Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это GamePlan, рубрика, посвящённая обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Сегодня в выпуске будет 5 Android игр, и первая из них это игра под названием Pixel Z Survival Game. Данная игра является клоном игры Unture. Это, возможно, кто-то играл, кто-то видел, как я играю в данную игру на своём втором канале. И давайте посмотрим на то, насколько удачным получился склон. Во-первых, здесь есть два режима игры, синглплеер и также ещё есть возможность поиграть по сети. Но по сети у меня пока что поиграть не получилось, поэтому поиграем в одиночную игру. Да, по стилистике игра очень сильно напоминает Unturned. В принципе, интересненько сделано, неплохо. У нас есть разные клавиши. Можно подбирать предметы. В рюкзаке можно смотреть те предметы, которые у нас, например, есть. Чтобы что-либо использовать, необходимо нажать кнопочку Use, и тогда вы возьмёте этот предмет в руку и сможете либо же, например, подлечиться, либо же что-то также ещё здесь можно скрафтить. Чтобы что-либо крафтить, необходимо нажать на эту кнопочку, и будет показано, что же вам нужно будет найти. Помимо всего этого, снизу у вас имеется три параметра. Это голод, жажда и здоровье. Напомню, в Unturned есть ещё один параметр. Это радиация, из-за которой вы становитесь, собственно, зомбаком. Помимо всего этого, есть у вас кнопочка прыжка, кнопочка ускоренного бега, кнопочка перезарядки и кнопочка стрельбы. Всё было бы, наверное, не так плохо, как, наверное, могло бы быть, но здесь очень сумасшедшие зомби. Если в Unturned они более-менее спокойны, то в этой версии игры, в этом клоне Unturned зомби очень бешены. Они бегут очень быстро, они прыгают, и против них достаточно сложно выживать, особенно после того, когда вы первый раз кого-нибудь выстрелите и убьёте. Зомби буквально начнут бежать на вас со всех сторон. Также, по сравнению с Unturned, здесь, например, нельзя запрыгивать в окна. Если сейчас вы видите на видео лаги, потому что вот я сейчас игра, небольшие лаги присутствуют, то это как-то связано с тем, что у меня сейчас происходит запись экрана. Потому что, когда я играл до этого, никаких лагов не было. Возможно, также лаги на каких-то устройствах будут иметься, но, в принципе, не критично. В принципе, клон неплохой, но его нужно допиливать, и, на мой взгляд, чуточку нужно упростить зомби, иначе они просто невыносимы. Вторая игра называется Lord of Zombies, и в этой игре вы будете играть за короля зомби. Здесь есть два режима игры, синглплеер, мультиплеер. А давайте в синглплеер отправимся. Здесь у нас имеется компания, в которой нам предстоит воевать. Вы можете улучшать скиллы, прокачивать свою команду, своего героя, короля зомби, и, соответственно, делать его мощнее, и, соответственно, побеждать. Ну что ж, посмотрим на саму игру. Игра представляет из себя экшн-рпг, точнее, хэк-энд-слэш. То есть мы ходим, бродим, мочим возникающих противников. Противники здесь из себя представляют каких-то римлян, что ли, и мы как галы, как Астерикс и Аберикс, мочим их и превращаем их в прах и пух. В общем, вот как-то так. А как вы видите, вместе со мной ходит мой помощник, это зомбарь, которого вы можете забрать с собой после прохождения какой-либо миссии. Помимо обычного удара у вас имеются еще скиллы. Скиллы имеются и у вашего помощника, но помощник, конечно же, немножечко слабее бьет, но зато на большой радиус. Из некоторых убитых противников выпадают монетки, их необходимо собирать для того, чтобы потом что-либо ништяцкое покупать в магазинчике. Игрушка выглядит симпатично, игровые сцены очень динамичны, надеюсь, будут какие-нибудь боссы, по крайней мере, до них я еще не доходил. Но вообще в таких играх, как правило, боссы бывают. И я думаю, что здесь они тоже обязательно должны быть. Но, естественно, как и все другие подобные игры, в игре есть донат и миссии достаточно однообразные. То есть мы ходим по граничным коридорам, убиваем противников, которые появляются, то и дело. Ну вот, в принципе, и все. Но игра, как я сказал, симпатична, необычна и этим привлекает к себе внимание. Следующая игра называется Корсары Гроза Морей. В этой игре вам необходимо будет развивать свою пиратскую бухту, строить различные здания, сооружения. И вообще вот, наверное, вот этим вот моментом игра похожа на Clash of Clans и на другие ее пародии. Но вот что касается битв, то игра кардинально отличается от Clash of Clans и благодаря этому может привлечь внимание многих. То есть строим постройки, можем их улучшать. Например, в верфях мы можем строить корабли. Чем выше уровень верфи, тем круче мы можем эти корабли строить. В принципе, по графике игра симпатична, звуковое сопровождение неплохое. И давайте теперь отправимся в бой. Здесь есть два режима игры. Командная игра, то есть вы здесь можете нападать на реальных игроков и одиночная игра. Собственно, проходить здесь вы можете кампанию. Здесь есть несколько видов валют. Это, естественно, ром и золото. Что же еще нужно пиратику? Так, начнем игру. И игра представляет из себя такую вот пошаговую стратегию. Причем не игра, а битва. Сначала вам необходимо разместить все свои боевые корабли на специальных локациях. И после этого вы можете уже ими командовать. То есть выбираете корабль и нажимаете на то поле, куда вы хотите, чтобы этот корабль, собственно, отправился. После того, как вы достигнете нужного расстояния, то вы можете выстрелить в противника. Для этого тоже необходимо нажать на корабль противника. И тогда вы можете осуществить, соответственно, выстрел. Так, давайте подведем наш корабль поближе, чтобы в следующий раз мы могли, по крайней мере, стрелять уже из двух кораблей. Также здесь будут периодически всплывать, например, бочонки с ромом. Это будет давать вам дополнительные ресурсы. Сундуки с золотом. Это тоже будет давать вам дополнительные ресурсы. И также, помимо этого, здесь будут гигантские спруты, которые будут пытаться вас уничтожить. Поэтому будьте очень осторожны и внимательны. Также есть скиллы, которые вы можете активировать за счет кристаллов. Кристалл это донатный элемент, поэтому будьте с ним аккуратны, осторожны и сохраняйте только на самые сложные миссии. Четвертая игра в сегодняшнем списке – это аркадный баскетбол под названием Black Yard Sports Basketball NBA 2015. Пока что в игре доступен только один режим. Это обычная игра. А в будущем будет еще аркады и также еще пауэрапы какие-то будут доступны. Ну что ж, давайте посмотрим на игру. Вы можете выбрать команду, за которую вы будете играть. Можете выбрать команду соперников. Ну и так далее. Далее вам предстоит выбрать игровое поле. Их очень много. Ну, конечно, могло быть и побольше. Но в принципе достаточно. Дальше вам необходимо выбрать команду, которой вы будете играть. То есть выбираем иконочку и перетягиваем ее. После этого начинаем играть. Также вы можете прокачивать, улучшать каждого своего игрока, его характеристики и так далее. А что же касается управления. Управление очень простое. Всего лишь с помощью одного пальца можно играть в эту игру. То есть с помощью свайпов и тапов вы будете, так сказать, бегать, прыгать и осуществлять передачи, пассы и так далее. Таким вот образом мы обводим одного, второго и попытаемся сейчас пасануть. К сожалению, наш мяч перехватили и забить у нас не получилось. Теперь нам предстоит отнять мяч и, соответственно, попытаться, попытаться, попытаться забросить мяч в корзину. И, к сожалению, не получилось. В общем, вот в таком вот духе нам необходимо будет играть в баскетбольных матчах. Игра выглядит еще более-менее. Но, конечно, вот могли бы сделать несколько типов управления. Потому что данный вид управления слишком прост, аркаден. И из-за этого иногда играть становится очень скучно. Но, в принципе, наверное, баскетбол данный ориентирован больше на младшую возрастную категорию. И поэтому, думаю, детям игра понравится и они с легкостью смогут в ней разобраться. Предпоследняя игра на сегодня называется Pocket Mine 2. И в этой игре вам необходимо будет копать землю. Здесь будут разные миссии. Сейчас я прохожу локацию леса и мне необходимо 5 раз докопать до самого дна. Вы можете улучшать свою кирку, чтобы ее хватало на большее количество ударов. И также в игре есть еще энергия, которая накапливается, но она нужна для каждого старта, для каждой миссии. Ну что ж, отправимся в миссию. Вы можете также приобретать различные пауэрапы. Ну а сейчас попробуем мы прокопать поглубже. Также вы можете находить различные-различные предметы. Например, уголь, золото. И это будет вам, соответственно, помогать получать нужное количество ресурсов. И благодаря этому улучшать ваше оружие, точнее, вашу кирку. И благодаря этому вы сможете долбить намного глубже. Ваша цель дойти до дна и открыть сундук. Всего на дне лежит 3 сундука. И в каждом, соответственно, лежит определенная награда. Здесь есть система прокачки. То есть вы повышаете свой уровень, становитесь более крутым копателем. И, соответственно, быстрее сможете докопаться до самого дна. В принципе, игра затянуть может. Но огромный минус в виде энергии, которой всего лишь 5 батареечек имеется. Это становится очень печально. Потому что она кончается быстро. А играть все-таки хочется еще и сейчас. И завершает сегодняшний выпуск игра под названием Traffic Conductor. В этой игре вам необходимо будет управлять дорожным движением. Здесь есть разные паки с уровнями. И, соответственно, чем дальше этот пак, тем миссии сложнее и тем больше различных видов автотранспорта там будет присутствовать. Предлагаю посмотреть, наверное, вот на этот пак. Он уже будет повеселее, посложнее, чем первый. А в первом играть очень легко и достаточно скучновато. Итак, задание. Продержаться 10 волн. Итак, у нас имеется 4 полосы. И нам необходимо отправлять машины в нужную полосу. Например, третью в третью, четвертую в четвертую и так далее. А есть вот паки с уровнями, где имеется, соответственно, конкретно двухстороннее движение. Здесь же у нас одностороннее. Здесь, в принципе, играть попроще, но количество машин здесь должно быть куда выше. И они должны ездить, наверное, куда быстрее. А, например, у нас есть также еще автобусы. Автобусы должны будут собирать пассажиров, но не в этой миссии. В общем, вот в таком вот духе вам предстоит играть. И, естественно, чем дальше вы будете играть, тем игра будет становиться все сложнее, напряженнее и, соответственно, вызывать уже какие-то сложности. Игра на внимательность и на скорость реакции. Вот и все на сегодня. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под видео. Всем пока и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok